Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Вечер добрый, в эфире программа Трофей Рыбалка на часах 8 часов И я приветствую в нашей студии Эксперта компании Арсенал На Комсомольской 8 И профессионального рыболова Василия Мамонова Василий, добрый день, добрый вечер Добрый вечер, да, мы просто в записи программу Делаем, а у нас сейчас светит За окном солнца Прошлую передачу, которую вы можете Пересмотреть и переслушать на нашем Ютуб-канале, на сайте Эхокирова.ру, там полный архив Наших программ выходит, мы говорили О так называемой, ну почему так называемой О поплавочной ловле О самой популярной ловле, которая спасает В настоящее время, да, в конце мая Наших рыболов-любителей Я периодически просматриваю В группах в социальных сетях отчеты с рыбалки Ну что сказать, активно и карась Клюет, и плотвичка клюет, да и Немного вообще, что клюет Именно на поплаву На вятке уже начинает рыбку поклевывать, чихонь Точно клюет уже Ездили у меня там товарищи Чихонь я видел, да, в отчетах Вот, вода начинает падать Вода начинает светлеть, уже и подлещики Начинают полавливать, и Крупную там сорогу, и все Оставшееся, то есть, ну реально вот сейчас Самое, наверное, такое благодатное Время для ловли поплавочной Удочкой, то есть, когда Да, если не сейчас Потом там у многих начинается спиннинг Там фидер, не знаю, там еще там Карп какой-нибудь Надо там активно До глубокой осени Вот, а сейчас вот посидеть с поплавком Берегу какого-нибудь изерца Посмотреть на этот вот умиротворенный вид Да, такой там, ну класс на самом деле Ну, в прошлой программе мы говорили В основном о так называемой глухой Оснастке, да, поплавочной удочке Кроме нее еще масса разновидностей Мы сегодня продолжим разговор Конечно Тема очередной передачи Трофея рыбалка Это как раз таки поплавочная снасть Продолжим, но перед тем, как окунуться Во все эти интересные вещи Я хочу озвучить имя победителя Нашей прошлой викторины Задание первым разгадал Роман Лопаткин Он смс-ку отправил самым первым С правильным ответом А слово это замысловатое Звучит как квивертип Да Все верно Василий, напомни, что такое квивертип Квивертип это вершинка на фидере Которая сигнализирует рыбалова поклевки Вот так вот она называется По-научному Забегая чуть вперед Скажу, что сегодняшний вопрос Это Василий А он будет, безусловно Он будет связан с Поплавочной снастью Вот я предостерегаю сейчас Василия от того, чтобы Не проговорился В интуазизме Да, не проговориться Чтобы наши слушатели разгадали Но номер остается прежний Для ваших смс 8909-720-101-0 И точно так же вы сможете получить Подарочный сертификат От магазина Арсенал На Комсомольской 8 Ну и кроме того, да Хочу напомнить, что Каждый месяц Нашу последнюю передачу В месяце Мы ищем Обладателя 30 литров бензина Ультра-92 От генерального партнера Нашей программы Компании Движения нефтепродуктов Соответственно К следующему четвергу Снова будет Конкурс объявлен Фотоконкурс Среди рыболовов В группе нашей радиостанции Вконтакте Ну и в четверг Мы подведем его итоги Итак, продолжим Поплавочная ловля Поплавочная, да На самом деле Оснасток различных Там придумано Очень много И для ловли Там На стоячих водоемах Даже вот в этой Маховые там Оснастки Есть там Свои какие-то тонкости Маховые удочки Очень часто ловят Там и на течении На самом деле Но делать это Ну не очень удобно Да, потому что С маховой удочкой У нас там нет Ни катушки Мы не можем увеличить Длину лески Мы всегда ограничены По глубине ловли Длиной нашего удилища Да Там 5 метров Ну вот все Глубже мы ловить не сможем Если там 6 метров Например будет глубина Все уже Мы там до дна Не достанем Вот Соответственно Мы ограничены В дистанции Вот этой проводки Либо там бежать Не знаю С удочки по берегу Вот Либо постоянно Заниматься перебросами И что не очень удобно Особенно при ловле На сильном течении Поэтому Для рыбалки На водоемах С течением На больших реках На малых реках Да на ручьях Где угодно Там где присутствует Течение Существует Свой тепловли Да Это удочка С кольцами Ну вот очень часто Приходят Вот даже вот так вот А какая удочка Не с кольцами сейчас Маховая Бесколет Бесколет Мы же за вершинку Там собственно Крепим все снасти Там шоколета нет Катушки нет Лески нет Ну имеется ввиду Возможность Кольца могут присутствовать В этом случае Но они ни к чему Зачем Да Будут утяжелять снасти Вот Соответственно удочка С кольцами Она универсальна С точки зрения Какой Мы можем Ну скажем так Не привязываться К длине удилища Ну и глубина водоема Нас вообще там Домотали 30 метров Лески там туда А удочки длиной у нас 5 Есть глубина там 7 Ну не вопрос Там добавили 2 метра И можем ловить На такой глубине Дальше мы можем Отпускать поплавок Да По течению Ну настолько Насколько у нас Не знаю там зрение Хватит терпения Это главный фактор Да Пока ты видишь Пожалуйста Пока видишь Можно отпускать поплавок Соответственно Такая ловля бывает Очень-очень результативна Особенно на крупных реках А также такая ловля Бывает очень результативна На маленьких речках Где небольшая глубина Рыба видит и слышит рыболова И не подпускает к себе На расстояние заброса То есть иногда бывает Не хватает Вот маховой удочки Для того чтобы На буквально там Ручейке каком-то Да Ловить хорошую рыбу И у меня такие случаи В практике были То есть приходим Там фоновая глубина В речке Ну не знаю там Сантиметров 70-80 Это идеально Кристально чистая вода И мы ловим ельца А вот его много Он крупный Классно С заходом непосредственно В воду Никогда Никогда Вот чем и хорошо Тем что у нас Достаточно длинное удилище Может быть Ну я там На маленьких даже реках Придерживаюсь того правила Что лодочка у меня В среднем там Ну не знаю там 5 метров Вот так Связано все с тем Что я могу спрятаться Где-то в траве Да там меня не будет видно Но за счет того Что у меня длинное удилище Я могу кончик выставить И спокойно Совершать проводку Плюс с длинным удилищем Мне удобнее Обводить какие-то препятствия Там коряжки Кочки травы Не знаю там Какие-то препятствия Мне это И прочие заросли Сделать намного проще Вот И в такой ловле Соответственно Мы выбираем Поплавочек Да там Небольшой Выставляем глубину Насаживаем там Того же опарыша И вот реально там Отпускаем метров на 15 И поклевки происходят Вот на каждой проводке Подходишь ближе Поклевок нет Отпускаешь снова Да Чтобы он тебя не видел И снова происходят поклевки Там стая ельца стоит И активно клюет И так приблизительно На 15 метрах Ну да Ну вот В моей практике Вот такая штука была Соответственно Здесь единственное условие Что У вас Скажем так Ну Речка должна Вот в этом месте Где он там будет стоять Елец иметь там Ну вот На этой дистанции Проплыва поплавка Там относительно Прямой участок То есть Если это будет с поворотом Там с каким-то Поплавок унесет Мы его там видеть не будем Вот Ну соответственно Вот только там Вот какими-то такими Внешними факторами Там руководствуемся И понятно что будет удобно Если там не будет На пути движения Поплавка Там никаких препятствий Среди там коряк Травы Или еще что-то Ну то есть Относительно ровно Вот это основные принципы Для выбора места Вот я сейчас как раз Хотел начать Вот разговор О ловле На течении Поплавочной удочкой Именно с выбора места Оно очень важно И будь то маленькая река Средняя Большая Без разницы То есть Нам нужно выбирать место Таким образом Понятно что рыба Все равно придерживается Каких-то укрытий Неровностей Дна Рельефа Да там Не знаю Коряжников Перепадов по глубине Перепадов по глубине Но для поплавочной Ловли на течении Это самое большое зло Перепады по глубине Совершенно верно Потому что Здесь у нас там есть Например фоновая глубина Два метра Вот мы ее ставим Где-то по пути следования Поплавка У нас там есть Подъем Там с двух До полутора А потом там Например ямка В три метра Качественно обловить Такой участок У нас не получится Да Просто Она просто зацепится Снасть Все То есть Либо вот на этом Подъеме мы ее зацепим В дно Либо после того Как она там перелезет И дальше будет у нас плыть Там будет идти в пол воды А не там где стоит рыба К сожалению Поймать мы ее не сможем Поэтому изначально Место нужно выбирать Таким образом Чтобы Рядом были потенциальные места Стоянки рыбы А вот Выше по течению Либо ниже по течению Например там Ну вот есть яма Допустим Да Есть выход из ямы Есть вход в яму Как правило Как правило Вот эти участки Более или менее Имеют Ну ровную глубину Там на каком-то На каком-либо протяжении Вот И мы уже выбираем Либо выход из ямы Либо вход в яму И С помощью правильной прикормки Мы эту рыбу Из этого домика Выманиваем туда Где удобно ловить нам Ну мы о прикормке Договаривались Чуть позже поговорить Сейчас про технику Сейчас про технику Именно вот выбор места Он обусловлен вот так Скажем так Очень удобно Если Например там Проплыв Поплавка у нас Там с момента Вот заброса Да И до Конечной там стадии Ну будет минимум Там хотя бы метров Десять А лучше метров Пятнадцать Ну это такое Ну если большая такая Река Ну средняя речка Да вот такая Почему За пятнадцать метров До ямы Да Так скажем Да Почему такая дистанция Удобна Потому что Для того чтобы Скажем так Поплавок После заброса Да там Груз должен отпуститься На дно Да там Все там Должно вот эту Всю нашу конструкцию Натянуть течением И только потом Она начинает работать То есть соответственно На это время Вот за это время Пока там все у нас Снасть Вот устаканилась Да скажем так Ну она уже успеет Проплыть там Метра два-три На относительно Таком средненьком течении Соответственно Только после этого У нас начинается Рабочий кусок Уже проводки Да И если мы например Выберем что Вот вроде бы Ага ровненькое дно Но тут метров пять У нас всего А дальше там Начинаются какие-нибудь Корчи там Или еще что-то Ну на пяти метрах Будет неэффективно Неэффективно ловить То есть У нас только вроде бы Все тут вот настроилось И сейчас должна произойти поклевка А нам надо уже там Снасть перезаброса На выход один Искать другое место Искать другое место Совершенно верно Где более вот этот Продолжительный участок Да А в поиске мест Очень часто помогает Ну современная техника Да У нас была одна из передач Там как раз Вот про эхолот Мы говорили Да Всевозможные гаджеты Для рыбалки И я там рассказывал Про такой эхолот Как диппер Да Это вот такой шарик Который можно привязать К спиннингу Там с очень-очень Толстым шнуром Да Закинуть Он проплывет Мы прям на На экране Нашего там Мобильного гаджета Там да Сможем посмотреть Ага там Вот у нас вроде бы Ровненькое тут дно И все выбрать для себя Участок Но Здесь Не у каждого Эти эхолоты есть Да Не каждый хочет Ими пользоваться Может быть не умеет Там или еще что-то Здесь есть наш Обычный Простой То есть мы Перед ловлей Перед тем Как начинаем ловить Мы С удочки Убираем поводок Да Вешаем Вот ну все Грузики то у нас остаются Просто делаем Холостые забросы С грузом Да И уже там Смотрим Как у нас там Ну да Пройдет Не пройдет Пройдет Не пройдет То есть выплыл поплавок Там Можно где-то зацепился Или еще что-то Понятно что на это Разведка боем Да На это уходит Но без крючка Без крючка На это уходит Определенное количество Забросов Да Определенное количество Времени Но скажем так Вот этими холостыми Забросами Промерами глубины Да Там и всем оставшимся Мы уже для себя Определяем ту дистанцию Которая нам Необходима В ловле После этого Теоретически Очень удобно Рабочую часть лески На катушке Поставить под клипсу Ну то есть На катушечках есть клипса Скажем так Мы Вот этим самым Мы фиксируем Дальность заброса Дальность проплыва Поплавка Четко глубину Все То есть у нас все готово Для того чтобы мы начинали ловить Соответственно здесь нам уже там Дальше пойдет Вход там прикормка И все оставшееся Главное чтобы рыба была готова Ну вот Да Соответственно Вот то что касается Выбора места Здесь есть одно Ну такое там Правило Которое Является Исключением Да То есть Если там При ловле на спиннинг Или еще что-то Мы выбираем там Максимально удобное Для рыбы место И туда закидываем Свою приманку То здесь мы выбираем Максимально удобное место Для рыболова И пытаемся туда Выманить рыбу А там другие факторы Не знаю Ветер Вот о котором мы Неоднократно Напоминали В предыдущих Ветер Ветер скажем так Он здесь влияет Но к сожалению На Не знаю там Ветер повлиять Мы не можем Единственное Что в такой ловле Не очень удобен Будет ветер Который будет дуть нам В лицо Ну потому что На нас постоянно Будет гнать Этот поплавок То есть К нам К нам его будет Скажем так Загонять его К берегу Прижимать Если ветер Будет дуть сбоку Если ветер Будет дуть нам В спину Да То есть Если дует в спину Поплавок у нас Будет теоретически Там относить от нас Но здесь все очень просто Мы сможем удилищем Его придержать Если например Будет боковой ветер У нас поплавок Будет сдувать В какую-либо сторону Там например Если поплавок Будет Ветер вернее Будет дуть по течению Да Поплавок будет нести Чересчур сильно Но опять же Мы сможем придержать Так называемое Ловля в придержку Вот Если ветер Будет дуть Против течения То это вообще Идеальные условия Потому что поплавочек У нас чуть ветром Будет придерживать И проводка Получится более медленная Вот здесь самое зло Это ветер в лицо Вот Но на водоемах Как правило Если речки там Например небольшие И множество Каких-либо поворотов Там изгибов Искать именно Такой поворот Такой угол Да-да-да Мы сможем найти Я думаю что место Где ветер Нам будет только В помощь А не во вред Поэтому Ну такая Такой совет есть Но опять же Здесь при ловле на течении Используем достаточно Тяжелую снасть То есть это тяжелые Поплавки С большой огрузкой И скажем так Ну не знаю Там ветер должен быть Такой близко К шквальному Наверное Для того чтобы Сильно помешать Нашей ловле Даже в лицо Если он нам будет дуть А такой средний ветерок Он абсолютно Не мешает А даже иногда И помогает Комаров отгоняет Сдувает Такой Ну в целом Про принцип ловли Рассказали Это именно то Что касается Выбора места Да То есть вот такое место Ищем на реке Поэтому Вот честно скажу Там у нас бывали случаи Когда мы приходили Не знаю там Тратили часа два-три На то Чтобы найти подходящее место И только после этого Мы уже там Приступали к прикармливанию И начинали ловлю Вот Поэтому Здесь Либо нужно съездить заранее Да И там Понимать Где мы ловим Либо уже у вас Возможно Есть такие места На которых вы Раньше там ловили И представляете Что да Там все будет удобно Так что Поэтому можно ехать смело А теперь поговорим Наверное О самой снасти Непосредственно Да Безусловно Как готовиться-то И что делать нужно Что она там Как ее смастерить Представляет Ну смахивает И удочки там Все понятно Да Удочка без колец Коннектор там Эту Петелечку там Накинули И все И вперед Постоянная длина Снасти Удилище С кольцами Оно Подразумевает Что Ну во-первых Здесь нужно четко Определяться С длиной Удочка с кольцами Она априори Будет более тяжелая Ну да Лишний Вернее Дополнительный вес Кольца дает Дополнительный вес И казалось бы Вроде бы Ну чего там Кольца Не сильно тяжелые Ну на самом деле Это такое Существенное различие Нагрузка на руку Там будет Иногда очень хорошая Такая Вот Это раз Во-вторых Скажем так Кольца Они утяжеляют Бланк Самого удилища И за счет Этого Он может такой Быть Более лапшеватого Строя иметь Это все к тому Что удочки С кольцами Они дороже Всегда Ну вот Хорошая удочка С кольцами Она будет дороже Махового удилища И многие говорят Ну это наверное Вот из-за того Что там колечки поставили Нет Это все из-за того Что использовали Более модульный графит В производстве Более дорогой материал Для того Чтобы удочку Сделать более Ну правильной Построю Строгого Да Все По длине Много ошибок Совершается Там приходит человек И говорит Ну мне там Дайте 4 метровую А зачем мне больше Ну давай начнем с того Вообще Какие они существуют У нас Максимум Минимум Минимум Максимум Там не знаю Там от 3 с копейками Метров до 11 До 11 Вот 11 метров С кольцами Ничего себе Да вот так и бывает Телескоп И такими ловят Телескопическая удочка Конечно И такими ловят На большущих реках Когда там Большая глубина Когда нам нужно Четко контролировать Проводку Но опять же Это прерогатива Спортсменов Я видал Как это опять же Все выглядит Без навыков Специальной подготовки Дорогих снастей И четко Отточенной техники 11 метровая удочка В руках Обычного рыболова Это Превратиться в орудие Непонятно чего Это в орудие пыток Наверное Для самого рыболова Потому что Рыбачить он Те кто рядом Находится Можешь как то Рыбачить он И точно не сможет Там Не знаю Все оборвется Запутается Сломается И в конечном итоге Удовольствия от рыбалки Мы не получим Обратная ситуация Очень короткие удилища Они тоже имеют Место быть Они тоже нужны Но В очень Специфичных Случаях Объясню почему Ну вот Как я уже сказал Приходят И говорят А мне там На речку Удочку с колечками Какой длины Хотелось бы Ну давайте Метр четыре Почему такая короткая О А что Зачем длиннее У меня же катушка есть Я же там могу Вот закинуть далеко Да там Глубину какую надо Поставить И все оставшееся Помимо того Чтобы закинуть далеко Вот эту проводку Еще нужно контролировать И сделать это Коротким удилищем При дальнем забросе На течении Если нет Опять же Специальных навыков И огромного опыта Сделать Очень-очень трудно То есть Леска у нас Постоянно будет Выдувать Какой-то бетлей Поплавок Абы куда поплывет То есть А не по намеченной Траектории Сделать Хорошую качественную Подсечку Но мы тоже Не сможем И не сумеем Потому что Нам не хватит Банально длинное удилище Для того Чтобы выбрать Вот эту дугу Из лески Как итог Мы рыбу не поймаем Опять же Только намучаемся Я понимаю Да При таком соотношении Размотанной лески При дальнем забросе И вот этого бланка Непосредственно Этого полотна Ну как спичка У тебя в руках будет И что ты сделаешь Совершенно верно То есть Вот такие удилища Они имеют место быть При ловле На каких-то микроречках О которых Мы как-то тоже В передачах Говорили То есть Для меня там микроречка Это ширина 5 метров 7 метров Вот там 4-х метровые удилища Вполне могут Использоваться И даже будут оправданы При ловле Там плюс-минус Там река Там шириной Не знаю Там даже 20-30 метров По мне Вот такого удилища Уже будет Чрезмерно мало Поэтому Самые распространенные Удочки Точно так же Как и в маховой ловле Это удилище Длиной 5-6 метров Причем Если например В маховой Про маховой удочки Когда в прошлой Передаче Мы разговаривали Я говорил Что пятерка Наверное Будет такая Ну плюс-минус Универсальная То вот здесь Обратная ситуация Здесь наверное Универсальные Будут самые Это вот такая Удочка Метров 6 Все-таки Шестерочка Вот Метров 6 А еще лучше Метров 7 Но Здесь Опять же Вылазит ценник Нормальное Нормальное Хорошее Удилище В длине 7 метров Которым Действительно Будет комфортно Ловить Которое Будет иметь Хорошую жесткость По всей длине Бланка И не кивать Вот вершинкой Не проваливаться Которое Будет иметь Колечки на высокой Лапе То есть Все вот там Прямо Очень комфортно Будет стоить Где-то в районе Наверное 3000 рублей Ну то есть Уже не совсем Бюджет Не 1000 рублей Как пятерочка Маховая То есть 1003 Связано Все с тем Что удилище Для ловли На течении Должно Иметь Повышенную Жесткость Повышенную Жесткость Это дополнительное При изготовлении Дополнительное Дополнительное Как раз Вот эти материалы Соответственно Если удилище Будет иметь Дополнительную Жесткость Оно Здесь может Жесткость Можно добиться Двумя Способами Это либо Увеличением Толщины стенки А это как правило Увеличение веса Либо использование Более дорогого Графита Более высокомодульного А это увеличение Цены Соответственно Есть удилища Там в длине 7 метров Жесткие Классные Но не подъемные А есть вот такие Вот уже Прям отличные Классные Но по ценнику Уже там Вот как я сказал В районе 3000 рублей Ну 5-6 метров Где-то В пределах Там двух Вот так вот Можно Уложиться Причем уже Достаточно Такое рабочее Удилище Неплохое Вот Соответственно Ну мы Сегодня будем Говорить О удилище Ну мой Опять же Советом Для начинающих Рыболовов Вот шестерка Будет оптимальна Вот я тоже Хотел спросить Ее хватит там А если все-таки Человек начинает Шестерочку Советуем Шестерка Шестерка Для ловли На наших реках Там Вятка Малома Пижма Нимда Быстрица То есть Вот все эти реки Шестеркой Мы закрываем Прям идеально Вот прям идеально Для вятки Может быть Где-то нужно Там подлиннее Да Но это уже Там придет с опытом Если такая ловля Вот именно затянет Да А так вот теоретически Там шестеркой Мы закроем Все Вот То что касается Удилища Обязательно Шесть метров Дальше Есть удочки У которых Вот колечки Очень близко К бланку Вот китайцы Вот так любят делать Ты говорил На высокой лапе Я понял Что речь О расстоянии Колечек От самого Полотна Нас интересует Достаточно Высокая лапа Чтобы вот Кольца были далеко Отведены от бланка Нужно для того Чтобы у нас Леска Когда идет там Дождь Туман Или еще что-то Не залипало И не прилипало К бланку Непосредственно К бланку Это очень важно Потому что у нас Поплавок должен плыть По течению И его ничего Не должно Вообще Трогать То есть задерживать Задержать поплавок Можем только мы Там подтянув На себя удилище Но когда он будет Там сбиваться С траектории За счет того Что у нас там Половина лески Прилипла к удилищу Это на самом деле Не очень хорошо Поэтому кольца На высокой лапе Они критичны Для такой ловли Они позволяют Не прилипать Во-первых Во-вторых Кольца на высокой лапе Они как правило Имеют противозахлестную Вот эту вот Саму лапку Эту раму Это очень важно Для совершения заброса Потому что Вот здесь Вот в этой ловле На течении В большинстве случаев Мы делаем Вот необычный Такой вот Заброс маятниковый Да Как маха Снизу вверх Удилищем Да То есть А мы здесь делаем Нормальный полноценный заброс То есть Как спиннинг Вот как спиннинг Прямо Берем И из-за себя туда Кидаем Кидаем Берем То есть Там есть свои Скажем так Особенности В технике заброса Да Понятно Что там Со всей дури Там куда-то Что-то махнуть У нас там Все запутается Не полетит Но тем не менее Если у нас есть Вернее Глубина Составляет Не более длинное удилище То мы Ничего там не делаем Прямо вот так Размахиваемся Чехонечко раскачиваем Кидаем У нас все там летит Вот Если длина у нас Больше длинное удилище То мы здесь уже Используем скользящие Поплавки Поплавках мы поговорим Чуть дальше У нас подошло время Небольшой рекламы Сейчас мы сделаем Как раз эту паузу Кстати Если вы Заметили Если вы Не новичок Да В деле рыбацком Вы наверное Прекрасно понимаете Что Василий Говоря вот об этой снасти Он намеренно Не упоминает Один термин Он говорит Вот так все Обтекаемо Удочка с кольцами И так далее И тому подобное А дело все в том Что это как раз Вопрос сегодняшний Программа Трофея рыбалка Вот то о чем Мы говорим Уже 20 минут Это называется Определенным образом Определенным термином Ну да Ловля На поплавок На течение Пожалуйста Ваши варианты Как это называется Скидывайте на номер 809-909-720-101-0 Первый правильно ответивший Получит подарочный сертификат От магазина Арсенал На Комсомольской 8 Так что удачи вам Я надеюсь Мы дальше продолжим И не проговоримся Конечно Продолжается программа Трофея рыбалка Василий С кольцами Метровое колено Главное Такие удилища Имеют Дополнительный вес То есть они тяжелее И как правило Серьезно тяжелее Связано все с тем Что производитель Для того чтобы Удилище не сломалось Вот в каждом Вот в этом соединении Делает усиление То есть дополнительная Намотка графитом Вот И соответственно Такая удочка Она будет Более тяжелая За счет вот этого Тарас Во-вторых Для того чтобы На короткобазном удилище Добиться Очень жесткого строя Очень жесткого строя Реально серьезно Увеличивать толщину стенок Ну потому что Оно вот Как правило Бывает таким Лапшичкой такой Вот И поэтому Еще за счет этого Получается вес Бывают Короткобазные удилища Которые реально Легкие Там Быстрого строя Все классно Но поверьте Даю гадают Но дорогие Очень Вот стоят прям За облачных денег Поэтому Мой совет Если вы хотите Купить там Удилище Реально легкое Хорошее И все оставшееся Ну На рыбалку Там на машине Ездим Даже на автобусе Там эта удочка Она абсолютно Там не помешает То есть Это не трехметровая Там в разложенном виде Как раньше там Бамбуковые Там возили Ого-го Там они были Вот Поэтому мой совет Выбираем Полнобазное удилище Полнобазное Никакие другие Там вот эти вот Вариации Лучше не рассматривать Ну единственный плюс Я правильно понял Этой короткобазной удочке Это ее удобство При транспортировке И все Других плюсов нет Абсолютно Ну выбирайте Да что вам важно Абсолютно Добраться что называется Налегке С этой удочкой Тут вопрос Если вы поехали Куда-нибудь в отпуск Не знаю Там на самолете полетели И вам нужно Сложить удилище В чемодан Или например В командировку Человек полетел Зная что там Есть какой-то водоем О я выбегу И рыбалка она будет такая Вот от случая к случаю Там пару часиков в день То тогда Да можно рассмотреть Такое удилище Если вы выбираете Как рабочий инструмент Именно там Для постоянных выездов На рыбалку То лучше от такой удочки Отказаться Все что касается удилища Ну вот такие вот Основные советы Дальше Очень важным элементом В снасти Вот для ловли на течении Является катушка Да Катушка Закономерно Что мы именно К ней переходим Катушек Здесь Может быть Два Типа Обычная Наша Любимая Инерционка Невская Да Вот здесь Вот тут Прям барабан Граму Граму Прям барабан Прям барабан Либо безинерционная Катушка Ну особенная Какая-то Обычная Обычная Прям самая Обыкновенная Безинерционка Единственное Что Ну начнем Давай Начнем Давай С безинерционных Какими требованиями Должна Обладать Катушка Ну во-первых Понятно Что здесь Нам какой-то Заоблачный Размер Трехтысячник Четырехтысячник Или еще что-то Не нужен Мы здесь Вполне Можем обойтись Катушкой Тысячного Полутора Тысячного Размера Небольшая Компактная Легонькая Катушка Основные Требования Какие Должны быть Это Очень качественная Укладка Именно Монолесок Прям Вот Чтобы Виточек К виточку Очень хорошо Такие Лески Укладывают Катушки Которые имеют В своей Основе Бесконечный Винт Реально Есть катушки На кулисе Есть на бесконечнике Бесконечником Укладывают Прям очень хорошо И дальше Условия У нас Это надо запомнить Вот сейчас Вот эти термины На кулисе В бесконечном винте Можно прийти И сказать Мне нужна катушка Для ловли На течении Поплавочной удочкой С дальним забросом И я хочу Использовать Монолеску Мне нужна катушка С бесконечным винтом Подберем Специалист магазина Тут скажет Боже мой Впервые слышу Такого грамотного Покупателя Мы подберем Причем катушка Вот для этой ловли Не обязательно должна быть Дорогой Здесь Реально там В тысячу с копейки Можно уже Такой рабочий аппарат Взять И без проблем Ловить этой катушечкой Потому что Еще раз повторюсь Серьезных нагрузок Она не испытывает Ни на забросе Ни при забросе Ни при проводке Вот единственное Что когда мы Вываживаем рыбу Но там У нас работает фрикцион Так вот Следующим Очень важным моментом Это должен быть Тонко настраиваемый Фрикцион Не во всех катушках В базовой комплектации Он таковой Да Вот Поэтому Здесь Лучше провести Тюнинг Да Так называемый И поставить туда Шайбочки Из карботекса Это можно сделать Они что Отдельно продаются Их можно купить И сделать это самому А можно отдать Умельцам Которые у нас в городе Слава богу Их хватает Да И в нашем магазине Такие есть Да Комсомольская 8 Арсенал Туда можно принести Катушку на техническое Обслуживание И сказать Вот мне нужно поменять Диски тормозные Да И поставить карботексик Все туда Соответственно Это улучшит характеристики Улучшит характеристики Именно работы Фрекционного тормоза А связано все с тем Что все-таки Там в спиннинговой ловле Да Мы используем Ну там плетенки Которые имеют серьезную Там разрывную нагрузку И все такое А здесь мы используем Монолески Монолеска Во-первых Ну Не сильно толстых диаметров Да Это раз Во-вторых Она Все равно там При проводке Где-то может Подскручиваться Или еще что-то Там терять свои Разрывные нагрузки И вот именно Тонко настроенный Фрекционный Нам очень важен Для того чтобы Реально хорошую рыбу Не знаю там Не оторвала Но у нас все И не ушла там Со всей нашей снасти Поэтому вот Фрекционный тормоз Очень важен Поэтому вот Ну с катушками Вот именно С безинерционками Все Например Так у меня вопросов По поводу катушек Вроде нету Все ясно Да Для меня например Вот я вот Очень люблю Ловить В проводку На течении Вот так Именно с нашей Обычной Барабаном Вот с катушкой Инерционной катушкой С ней Очень комфортная Ловля Если нам Не нужен Заброс Дальше чем Длина удилища Да Да С ней Очень комфортно Ловить Так немного Вот с ней Не ну если 11 метров Ну нет Ну то есть у нас Бывают на реке Такие места Когда у нас Глубина подходит Близко к берегу Да И там длины 6 метров Нам теоретически хватает Обрывчик сразу Такой резкий Да Но дальше у нас Отпуск там происходит Там 15-20 метров С инерционной катушкой Которая стоит там На подшипничках Которая идеально смазана Там даже 3-х граммовый поплавок Ее абсолютно Несет хорошо Раскручивает Ее несет И здесь очень качественная проводка Мы можем вот прям Пальчиком регулировать Там Пальчик приостановили У нас поплавочек стоит на месте Натянулось Натянулось Все Вот он у нас там постоял на месте Соответственно приманочку Начало у нас чуть-чуть поднимать Там да Поклевки не произошло Мы там бац Буквально полметрика отпустили Оп Снова приостановили Очень точечно можно обловить Прям вот По там сантиметру практически Весь подводный рельеф Который у нас есть там На длине проплыва поплавка То есть это более такая Чуткая снасть Да Больше зависит от мастерства Совершенно верно Ловца Рыболова При ловле С безинерционной катушки Как правило Мы там сделали заброс У нас там что-то куда-то упало Все У нас все это вот скидывается Отсюда мы просто вот Пальцем там придерживаем Да И если в этот момент Например произойдет поклевка Нам надо там успеть Душку закрыть Там сделать подсечку А здесь мне ничего делать не нужно У меня палец всегда на барабане У меня произошла поклевка Бац Подсек И все Вот Ну Скажем так Такая эстетика ловли Такая катушка Очень удобна Как раз при ловле На маленьких реках Когда вот у нас там Есть совсем вот ручеек Мы прям вот так вот Отпускаем туда приманку Да И вот нам нужно четко контролировать Как там идет поплавок Поэтому вот именно в этой ловле В ловле на течении с поплавком Вот эти вот наши старые Невские катушки Они до сих пор актуальны И до сих пор В тренде Имеют место быть Вот Единственное что Если у вас например Есть старенькая катушка Да То ее нужно немножко модифицировать То есть на ось нужно будет Поставить подшипнички Для того чтобы она там Вот прям крутилась От легкого там Дуновения И постоянно держать ее в чистоте То есть смазывать там Маслице капать Все оставшееся Ну то есть Ну такая Чтобы она не теряла Свои скользящие Да 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 Своя там специфика Но тем не менее Вот она очень удобна Это то что касается катушек По выбору лески Все Больше других разновидностей катушек Ну мультипликаторы Мы там не используем Ничего больше теоретически Не используем То есть используем Два основных вида Это инерционка Безинерционка Так Леска Вот По леске Все очень просто Используем только Обычную монолеску Никаких там Флюрокарбонов Его можно использовать На поводок Если хочется Вот Никаких там Флюрокарбонов На основную Плетеной лески Там Нанофилов Или еще что-то Здесь не нужно То есть используем Обычную монку Соответственно Золотое правило Которое у нас действует И как я говорил Там В маховое удилище То есть Основная леска И поводок Должны различаться Там по диаметру И лучше Если это будет 0,2 0,2 0,2 0,4 Ну вот Здесь все то же самое И соответственно Леску мы подбираем В зависимости От ожидаемых трофеев Ну на кого мы там Хотим Охотиться Но здесь Больший трофей поймать Но здесь есть еще Один нюанс Побольше диаметра Совсем тонкими лесками Можно не увлекаться Связано все с тем Что Рыбе пофиг Абсолютно Потому что Мы ловим на течении У рыбы На течении Абсолютно Нет времени Разглядывать То что Проносится Мимо нее Если например Рассматривать В разрезе нашей реки Вятки Любимой всеми То там Течение Ого-го Вода Не всегда Отличается Кристальной Чистотой И вот там Уж точно Рыбе Рассматривать Некогда Потому что Либо она съела Либо Либо не съела Либо съел кто-то другой Съел кто-то другой Поэтому да Она там хапает Реально Вот там поклевки на течении Там нет такого Чтобы То есть там Бац Поплавок утонул И все Ты понимаешь Что там все уже Все сидит Вот Соответственно Слишком там Какими-то тонкими лесками Увлекаться точно не стоит Я использую Ну мой там совет Да Вот у меня 0.22 Основная Стоит основная И поводки Я иногда варьирую Ставлю либо 0.18 Да Либо 0.16 Угу Но основной поводок Побольше Ну основной поводок Вот 0.18 0.18 Ну 0.4 разница Вот Иногда Иногда При ловле Например Леща Я использую Флюрокарбоновый поводок Угу А по одной простой причине Не потому что он там Невидим для рыбы Не знаю там Она его там не откусывает Слава богу У леща зубов нет Вот А по той самой причине Что флюрокарбон Он тонущий материал Угу И при ловле на сильном течении Действительно Сильном течении А когда вот Лещ там может стоять Когда мы используем Попловки там весом 8 грамм 12 грамм И тяжелее Я всегда ставлю Флюровый поводок Потому что Он тонущий И он не поднимается От одной силы течения То есть он дополнительный Тонущий эффект Снасти придает Да То есть приманка Всегда идет В придонном слое Там где стоит рыба То есть ее При вот моих Вот этих вот Придержках Попловка Не так сильно Поднимает Это дна Вот Только поэтому Не почему другому Поэтому здесь Смотрите На какую рыбу Например Вы нацелены Тот же ясь Очень часто Стоит в толще воды Ему наоборот Нужно чтобы приманка Поднималась И парила То есть ловля езя Особенно там На горох На тот же Она всегда связана Вот с этими Сильными придерживаниями Попловка Там попловок Тоже используется Очень-очень тяжелый Вот И мы его так Достаточно долго Придерживаем И у нас приманка Начинает наоборот Подниматься И в этот момент И чем дольше мы держим Тем выше она поднимается Там теоретически Вот может вытянуться И все поклевки Происходят в момент сброса То есть вот мы Придержали У нас там все Вот это вот Поднялось И потом мы отпускаем И приманка начинает падать И в этот момент Происходит поклевка То есть именно Вот на этом Прослаблении И свободном падении Приманки Кажется возможно Рыбе что-то там Естественно Свалилось в воду И начинает Что-то бухнулось И соответственно Вот ясь клюет Вот так Лечка всегда клюет У дна Ну за редкими Исключениями Например там При ловле там сороги Той же там Густеры И еще что-то Да Она тоже бывает Меняет горизонты Но чаще всего Держится в придонном слое Поэтому там может быть Ну Флюр И оправдан Во всех других случаях Не всегда И не везде Сейчас какой-нибудь Дядя Васи Из Коминтерна Спросит Сколько лески наматывать Сколько лески наматывать Кстати хороший вопрос Очень часто спрашивают Вроде простой Ну вот Я мотаю на безинерционную Катушку Сто метров С лески сотку И это Всю катушечку куплю Да И это ни в коем случае Не связано с тем Что там У меня супер дальний Заброс какой-то Да или еще что-то Это все связано С обрывами И потерей снасти Которые к сожалению Бывают И там вроде бы И поводок-то тоньше Да И еще там что-то Но бывают Обидные Зацепы Когда Реально там Отрывается выше Поплавка Ну бывает Ну бывает такое Бывают К сожалению Отстрелы По невнимательности На забросе Когда Очень большая Глубина Закидываешь Там где-нибудь Что-нибудь Хлестануло Все улетело Надо перевязываться Чпоник Это во-первых Во-вторых Я мотаю леску Один раз в сезон Как правило Мне на сезон хватает Ну то есть Чтобы не заморачиваться Не тратить лишнее время На то чтобы непосредственно На берегу На водоеме На катушку Не наматывать Новую партию лески Совершенно верно Теоретически Нам хватит Метров Не знаю Пятьдесят То есть Можно половинить Но я этим не занимаюсь Я мотаю сто И мне хватает На сезон А иногда и на два И поэтому Не так часто Я на самом деле Ловлю Именно по плавкам Как хотелось бы Наверное Очень интересная рыбалка Вот Ну Вот так вот А катушечки-то позволяют Намотать Большое количество лески Ну Мыш-мыш катушечки-то Небольшие На тысячную катушку Сто метров Сто метров лозят Вот 0.22 Ничего не выбирает Нет Туда Туда прям влазит Вот Идеальненько Идеальненько Все хорошо И никаких проблем нет Вот Это то что касается Выбора лески Дальше По грузам Про поплавки Мы еще не говорили Для течения Да Ну это сейчас Ну это сейчас Основной темой Будет Я сейчас просто Быстренько По грузам Здесь Мы используем Достаточно тяжелые поплавки Про которые Вот мы сейчас поговорим Поэтому При Огрузке этих поплавков Очень Наверное Осознанно И правильно Будет использовать Не дробинки А оливки Скользящие Которые мы надеваем На леску То есть Для того Чтобы основной вес Забить вот этой оливкой А дальше Там уже несколько Там 3-4 дробинки Мы сможем подгрузить И под пасок Обязательно ставим Вот То есть Это вот основной принцип Вот такой То есть Расстояние 5-7 сантиметров Под пасочек Да Как мы в прошлый раз говорили Оливочку ставим А основной вес Вернее Основной вес У нас будет в оливке А потом уже добиваем Дробинками Вот Поплавки Наверное Одна из важнейших Составляющих В этой снасти Потому что От того Насколько будет Правильно Подобран поплавок Мы Либо увидим поклевку Либо нет Либо сможем Там отпустить его Далеко Либо не сможем Поплавки Для ловли на течении Должны обладать Следующими свойствами Ну во-первых Иметь Достаточно Длинный киль Вот этот Вот снизу Снизу Это который В воде Который в воде То есть Вот там реально Поплавки Могут иметь Снизу киль Там 25-30 сантиметров Соответственно Нужно для того Чтобы максимально Четко стабилизировать Поплавок В вертикальном положении Вот Дальше Форма Поплавка Самая классическая Форма При ловле На сильном течении Это вот такой Вот бочонок Причем Такой сильно-сильно Пузатый Вот Связано с тем Что вот такая форма Она очень хорошо Держит течение Там никуда Ничего не заваливает Там не знаю Там не переворачивает Его Одинаково Хорошо там Не знаю Там двигается В любом потоке Вот И самым важным элементом Это является антенна То есть Если мы говорили О ловле Там например На водоемах Без течения Когда там Ловим карасика Там или еще что-то Цветная антенна Там многоцветная Это хорошо Мы там видим Поклевочку на подъем Там или еще какое-то При ловле на течении Как правило Вот этих вот Поклевочек Там На подъем Там или еще что-то Этого нет Василий говорил Да Что если рыба Берет приманку Она То есть Ловле на течении И у рыбы Определенный Поведенческий Характер Да Такой То есть Она реально Вот она взяла И все И поплыла И соответственно Поплавок у нас То же самое происходит Вот он есть Бульки его нет Соответственно Антенна должна быть Достаточно толстой Потому что мы ловим На большом расстоянии И хорошо Заметный Яркие цвета Красный и желтый Ну вот для себя Выбираю Там красный цвет В солнечную погоду Желтый цвет В пасмурную погоду Лучше всего видно На воде Поэтому вот два Вот этих основных цвета Но есть одна хитрость Я вот на Вот эти заводские Однотонные Антенки Да Маркером ставлю Там две-три черные полоски Реально Становится видно Еще лучше Ну то есть Появляется Как это Черным маркером Черным маркером То есть появляется Вот какой-то контраст Такой И реально Такой антенну Видно очень хорошо Есть Для ловли На таком Не знаю Очень-очень сильном течении Либо Когда нам нужно Поплавок Максимально далеко Там отпускать Есть поплавки Фирмы Кларуса Так Что за фирма Российская Не российская Не российская Это итальянская фирма Итальянская фирма Поплавки Кларуса Бола Сделаны Форму Такую плоскую Как парус И вот Такую Антенно А там Больше риска Запутать Это все Нет Ничего Вот кто Кто видал Вот эти поплавки Например Первый раз Видит Как на это Можно Обратить внимание Я что-то не припомню Очень интересно То есть мы реально Можем вот у берега Его отпустить Натянуть Да На него начинает Давить течение Но за счет того Что у нас там Крепление лески На штангах Там к каждому Плавку идет инструкция Как прикрепить Это все Потому что в зависимости От того В какую сторону Течения В какую сторону Течения Вот туда Или вот туда Да Там влево Или вправо Соответственно Штангу эту Нужно ставить Со своей стороны Потому что Смотрела в определенную сторону Там Чтобы все Вот это давило Вот с такими Поплавками Ловить просто Комфортно Очень здорово Кто научится Вот так ловить Ловля на течении Становится просто Какой-то Очень интересной И связано все с тем Что за счет силы Натяжения Этот поплавок Можно реально заставить Просто стоять на месте Вот мы можем Его так от берега Отпустить на 20 метров И в том месте В котором нам нужно И вот он просто Будет стоять Вот там Вот там будет течение А он будет стоять Потом мы даем ему Слабину Он опять сколько-то Проплыл Бак Снова остановили Ну вот чувствуешь Что в этом месте Должно клюнуть Ты его затормозил В этом месте Да И снова остановили Я уж так конечно Утрирую Там же прикорм О которой не успеем Видимо поговорить Вот это вот Реально интересная штука Приходите в магазин Они там есть Вот мы покажем Расскажем В районе там В районе там 80-100 рублей С копеечками Долговечность Надежность Прочность Этого Итальянского чуда Абсолютно Ничего с ним не происходит У меня такой поплавок есть Причем у меня их Два разные грузоподъемности Изредка я их Вот так вот запускаю В плавании Скажу что Они у меня лет 5 Наверное уже Живут и здравствуют Ничего с ним не происходит Они сделаны из бальзы Из чего? Бальза Бальза? Это что? Дерево А дерево? Самое легкое наверное Дерево бальза Бальза Интересно Бальза Вот так вот Бальза Бальза Вот Один из материалов Который очень Такой вот Интересный Для изготовления поплавков Там например Вот итальянцы Практически все свои поплавки Из них делают Редко делают Из пенопласта Там еще что-то Вот Ну композитных материалов Сейчас куча Там делают И вспененный Полиулеритан Этот да Там И И пенопласт Там или еще что-то То есть материалов Для изготовления Много Вот Но основные типы Поплавков Для ловли на течение Это как раз Вот этот вот Бочонок Да Там с такой вот Яркой заметной антенной Либо вот такой вот Специфичный поплавок Который на самом деле Очень оправданно Использовать на нашей реке Вятка Где у нас Достаточно сильное течение Вот именно такое Сильное течение Василия По способу крепления поплавка Тут нет никаких Заморочек Особенностей Обычные кембрики Способ крепления поплавка Никаких заморочек нет Здесь снизу На киль мы надеваем Обычные кембрики Но Есть способ Ну скажем так Особенность поплавков Для ловли на сильном течении В том что Они имеют Отверстие Вот так вот Через все свое тело А не петельку сверху Связано все с тем Что когда мы ловим На поплавок В придержку Вот это верхнее место крепления Вот эта петелька Испытывает Бешеные нагрузки Давление И как правило Она может Вырываться Из тела поплавка Это во-первых Во-вторых Когда у нас Вот здесь есть Одна точка крепления То есть все равно Мы тянем на себя поплавок Он начинает у нас наклоняться Коробится А когда у нас Есть отверстие Через все тело поплавка Вот через этот бочонок И дальше все уходит В кембрики Когда мы его придерживаем У нас поплавок Как правило Всегда стоит прямо То есть это Очень важно на течении Понимать Что поплавок Вот он у нас прямо Там малейшее какое-то Изменение там Или еще что-то Говорит о том Что у нас там Груз начинает Либо уже там Касаться дна И все оставшееся Нам нужно немножко Там менять глубину Поэтому вот так Увы Время так быстро Истекло Наше Не успели Говорить о прикорме Рыбы непосредственно Да При ловле на поплавок На течении Но это видимо У нас перенос На следующую передачу Плюс еще Мачевая ловля Ничего о ней не сказали Ни слова Ну Так что ждите В следующей программе Напоминаю Что программа Трофей Рыбалка Выходит еженедельно По четвергам С 8 до 9 вечера Видеоверсия Появляется на следующий день На сайте Эхокирова.ру И на нашем Ютуб канале Василий Мамонов Профессиональный рыболов Эксперт компании Арсенал На Комсомольской 8 Всего доброго До свидания Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова